О передаче полномочий в части ЖКХ в сельском поселении Риммаш по временному соглашению до конца 2017 года. Уважаемые коллеги, я должна вам доложить, что к нам в совет депутата поступило письмо от подписанного Владимира Юрьевича Моисеева. Но такого же аналогичного документа, как в моем понимании, должен быть от района. Я пока его не видела в районе депутата. Поэтому, мне кажется, нам надо здесь просто приступить к обсуждению. Я передам сразу слово главе администрации, гостю Олегу Анатольевичу. Он более подробно опишет данную проблему. Олег Анатольевич, прошу, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я хотел бы вкратце доложить ситуацию такую. У нас поселение полностью проинвитаризировало все имущество ЖКХ и было передано это имущество в районную администрацию. На сегодняшний день работает предприятие в сфере ЖКХ-2. Это одно предприятие, которое поставляет тепло и горячую воду, второе – холодное водоснабжение и канализование осуществляет. На сегодняшний день эти предприятия работают, по сути, на грани своих возможностей. Почему? Потому как второй год, после того, как были переданы полномочия в район, ни копейки денежных средств не поступало для ремонта, модернизации, капитального ремонта ни сетей, ни оборудования, котельной, очистных и так далее. Значит, все осуществляется силами и средствами этих предприятий. И складывается ситуация таким образом, что если раньше была возможность у нашей администрации влиять на ситуацию, в том числе с прохождением отопительного сезона и неотключением в летний период горячего водоснабжения, каким образом, я поясню, значит, всегда достигались договоренности с Газпромом, с МОСУБЛГАЗом и с Энергосбытом. На сегодняшний день такой возможности просто-напросто нет, потому что нет полномочий. И если я попытаюсь влиять каким-то образом на ситуацию, это будет расцениваться как превышение служебных полномочий. Значит, хочу подчеркнуть, что 7 лет подряд в Римаше всегда была горячая вода в летний период, останавливались только на регламентные работы. Значит, прошлый год показал, что в результате передных полномочий мы, как администрация, не смогли повлиять никаким образом на ситуацию, и все лето у людей не было воды горячей. Хотя была такая возможность включения, значит, горячего водоснабжения, запуска и так далее. У нас своеобразная специфика работы с предприятиями, которые потребляют у нас тепловые ресурсы, это прежде всего завод. Значит, завод НИЦРКП, значит, он фактически целый год не платит за отопление из горячего водоснабжения, и только в конце года или в летний период начинает рассчитываться за потребленную тепловую энергию. В связи с этим, с «Газпромом» у нас всегда были трения на эту тему, но там найдено было последние годы понимание, вплоть до, значит, руководства «Газпрома» Попова, в связи с тем, что, значит, «Газпром» работу свою ведет и продолжает вести в рамках юридической, как обычно, подает на предприятия в суды и там и так далее, но, тем не менее, по окончанию всех этих разбирательств предприятия всегда рассчитывались. И в рамках того, чтобы понимание было найдено, значит, я уже говорил, 7 лет подряд у нас всегда существовала горячая вода на поселке. Причем задолженности за транспортировку газа и за электроэнергию, она была в пределах месячной текущей задолженности всегда. И на сегодняшний день по транспортерам тоже имеется задолженность, но она текущая. И по энергосбыту в рамках, в пределах трех месяцев, то есть в рамках одной двенадцатой, она будет погашена, потому что предприятия, все Римашевские работают по глубокому расщеплению. Единственное предприятие в районе, хочу подчеркнуть это. И все денежные средства поступают именно тем поставщикам, которые поставляют газ, свет и так далее, транспортируют газ. Поэтому, чтобы исключить в этом году возможность повторения ситуации, которая была в прошлом, все лето люди сидели без воды, да и в дальнейшем, мы просим, чтобы нам полномочия вернули в сфере ЖКХ под дополнительным соглашением, по временному соглашению, что, собственно говоря, делается между поселениями всеми. В том числе и Римаш передает в район также соглашение, дополнительную часть полномочий. Значит, имущество все останется в районе, как и оставалось, но решать вопросы, связанными с обеспечением теплом, горячей водой, да и холодной тоже водой, жителей поселка, чтобы оставалось в рамках полномочий нашего поселения. И второй момент, что немаловажен, все вопросы, связанные с ЖКХ, как администрация наша решала, так она и решает. И порой те бумаги, которые приходят с районной администрации, они, по сути дела, выполняются нами, исполняются, хотя должны исполняться районом на самом деле. И как мы не отодвигались от этой темы, не отстранялись, не самоустранялись, так мы и работаем в этом направлении. Поэтому было бы разумно и грамотно сделать таким образом, чтобы по временным соглашениям передавать. А уж время покажет, как работает администрация местная, и стоит ли подключаться районной администрации, или забрать обратно эти полномочия, потому что это в любой момент можно, это соглашение расторгнуть. У меня все. Олег Контович, можно? Да, все. Я просто для справочки, простите, хочу дополнить, да, что до передачи полномочий за последние пять лет, вместе с межбюджетными трансфертами, значит, в жилищное хозяйство было вложено почти 9 миллионов, и в коммунальное хозяйство 28 миллионов. Сейчас за эти последние, ну, полтора, скажем так, года, ни копейки, понимаете, капитальных вложений. Вместо межбюджета вошла. Да, конечно. Это очень внушительная цифра. Я вам хочу, Олегу Антоновичу, почему я обратилась, спросить. Олег Антонович, скажите, пожалуйста, поскольку мы знаем, что вот эти полномочия переданы именно федеральным законом, подняты на уровень района, скажите, пожалуйста, вам удалось договориться на этот предмет с главой района, Михаил Юрьевичем Токаревым, либо вы к нам сейчас обращаетесь, чтобы мы помогли вам в этом разобраться, потому что я не зря акцентировала внимание, что у нас это решение обоюдное, обоюдное, потому что это, видимо, юрист, но у меня, вот я говорю, что нет в документообороте, у нас не поступало, я внимательно ослежила документооборот, у нас обращения от администрации, такого же аналогичного, как от вас, пока нет. То есть вы хотите, чтобы мы вам помогли договориться с районом, выступить, площадка райсовета для того, чтобы объективно разобраться, или какое ваше сегодня предложение? Значит, я буду откровеннее, значит, на сегодняшний день разговор состоялся только с Бутеровым, Михаилом Сергеевичем, значит, я разъяснил ситуацию, потому как вопрос, именно то, что вы говорите, это федеральное законодательство, однако я сразу же сказал, значит, на ту тему, чтобы именно, скажем так, все имущество является в районе, исполняем мы по соглашению. То же самое происходило в 2016 году уже, когда мы полномочия передали, а мы исполняли еще полномочия целый год поселения, поэтому, в принципе, это возможно. В 2015, да. Значит, поэтому на сегодняшний день разговор состоялся, значит, мне Михаил Сергеевич сказал таким образом, вопрос в принципе решаемый, да, и меньше проблем будет в этом плане и у района, потому что это в любом случае на месте легче решать все эти проблемные вопросы, которые существуют. И второй момент, конечно, необходимо еще раз встретиться с районной администрации, в том числе и с главой поселения, ну, главой района, да, чтобы этот вопрос более широко обсудить, но, значит, чтобы все понимание было и у совета депутатов района, я поэтому и попросил вынести это все на обсуждение. Я считаю, что данный вопрос надо решить с двух решений, но первый раз со слов опять коллег мы понимаем, что сейчас менее эффективно управляется коммунальное хозяйство Римаша, поэтому нам надо на совете просто принять решение, что на ближайшее заседание районной администрации поручить подготовить проект соглашения по передаче части полномочий по ЖКХ полномочия сельского поселения Римаша. Вот и все. Так как это наша компетенция, поэтому они обратились по адресу, дополнительным ни к кому обращаться не надо, мы лишь можем только указать администрации, какие действия сделать. Если это будет так же неэффективно, и они не оправдают доверие, такое соглашение будет расторгнуто, так же мы это проследим. Сейчас, исходя из цифр и из их позиций изложенной, мы понимаем, что ухудшилось состояние в сфере ЖКХ, когда данные полномочия перешли на уровень района. Законодательно это возможно, мы это делали не один раз, поэтому проект решений должен заряжать. Мы сейчас не можем передать, потому что это подразумевает межбюджетный трансфер. Поэтому мы должны сейчас принять одно из следующих решений, либо отклонить пожелания наших коллег, либо принять решение о том, что поручить администрации района до ближайшего заседания подготовить соглашение с межбюджетным трансфертом, они получат деньги в бюджет еще, который будет принят на ближайшем заседании. Вот и все. Часть полномочий, они и заключат это за месяц. Как мне доложили, что сегодня Михаил Сергеевич уехал в Москву, в Узеров, здесь я вижу Ларису Валерьевну. Лариса Валерьевна, давайте ваше мнение, наверное. Да, Лариса Валерьевна, смотрю, не на Ларису искала, там она сидела. Ну, казалось, так, ваше мнение, а потом юрист, как с вами. Ну, при обращении, ну, в соответствии с порядком заключения соглашений, при официальном обращении администрация как бы рассмотрит эту возможность. Да, администрация не рассматривает, рассматривает Совет депутатов. 25 мая вы должны принять решение и рекомендовать администрации, или поручить администрации района и сельского расселения Римаш подготовить проект соглашения о передаче полномочия. Зачем проекты? Пусть они не правят, да, прям, примем, мы их тоже. Мы принимаем, а они уже соглашения, пусть мы принесли, чтобы подписаться. Смотрите, если не будет нашего решения, действия не дать больше не решения. Ведь я не зря задал вопрос Олегу Анатольевичу и Владимиру Юрьевичу. Скажите, пожалуйста, вот вы представили сегодня, на мой взгляд, на мой взгляд, субъективно, очень веские аргументы. Вот очень веские аргументы, я не знаю, вот что можно, это очень убедительно. Во-первых, есть желание работать, есть понимание, как работать. Почему мы, что у нас проблема в чем, чтобы заключить договор с Михаилом Юрьевичем Токарем и принять в таком же последовательности рабочем порядке, как мы обычно это делаем? Какие препятствия? Почему мы должны сейчас идти каким-то другим путем? Мы сейчас это и делаем, получаем через совет это сделать, и все, какие. Решениями заключаем, мы выносим решение поручить по нашему обращению, к нам обратился, мы выносим это решение. Можно подискутировать, Виктор Михаилович? А если вдруг Михаил Юрьевич скажет, нет, я категорически против, потому что у меня есть кое-что в арсенале для Риммаша. Я хочу предложить 50 миллионов рублей выделить Риммашу, понимаете? И перекрыть вот эти вот те вещи, вот такой же может быть. Но его представители сейчас не говорят ничего. Но я еще, может, напишу, если Михаил Юрьевич скажет, я вообще не согласен, мы все равно это вынесем. Он нормативный документ не подпишет, вынесем еще раз и 2-3 дня преодолеем, подпишем, если уж дальше. Тише, тише, это вы все путаете, это вообще не нормативный акт. По уставу Михаил Юрьевич выполняет решение совета депутатов. Если совет депутатов он поручит администрации переехать в Риммаш, он туда переезжает. Совет депутатов поручит ему, он это делает, он по закону и по уставу наделен полномочий и должен их исполнять. Здесь не надо еще голосовать, просто если коллеги обратились, это разумно, надо пойти и сделать.